здравствуйте уважаемые зрители на канале дача супер сегодня мы приехали на дачу хочу показать какие у нас выросли помидоры к сожалению медленно спеют холодные у нас ночи опять она стала жарко ждем дождя ну покажу что есть вот так сейчас выглядят наши томатики пока что еще зеленые это первый я раз вот тут второй ярус уже отцвел тут третий ярус все в цвету но к сожалению очень медленно созревают вот этот очень красивый куст тут уже завязались томаты на двух ярусах 1 2 здесь уже тоже на третьем тоже завязались и тут все цветет рядышком томат высокорослый кистевой тут есть один томатик дальше он тут пока что только цветет два ствола перцы в этом году совсем нас не радуют только появились завязи правда их уже достаточно трасс два вот дальше есть другой сорт тоже две завязи всего 2 скажем так тут все в цвету очень они маленькие какие-то растения сами не знаю вызревают ли плоды ну правда впереди еще целый август вот есть такие надеюсь что перчиков пару штук соберем много явно их не будет этом году эти томаты у нас посажены квадратным гнездовым методом тут вокруг поливочной от этой бутылки 4 куста это сорт сент-пьер вот они завязалась первая кисть сейчас на солнышке они немножко завяли тут вот есть две кисти но в этом году конечно они намного хуже чем были в прошлом году не радуют нас рядышком кусты грушевидные он такие вот китайский сорт мелкие грушевидные прошлом году они были под два метра уже в это время мы собирали уже ведра этих томатиков а в этом году такие вот они образовались пока что только на первых двух ярусах томата дальше они цветут и они высокие хотя они должны быть два два с половиной метра еще портятся листья так вот желтеют их сегодня посрезала что-то им в этом году не нравится холодные ночи в этом году им не нравится здесь у нас огурчики все в цвету конечно много пустоцвета десяток огурчиков я сегодня собрала хорошие такие здоровые здесь плети не болеют ничем надеюсь что огурцы еще будут в этом году это кабачок самый обычный он только начал завязываться до этого были пустответы вот ну вот первая завязь на той неделе таня вырвала один патиссон в этом году ой в этот раз патиссонов нету потому что было сухо не было дождя в киеве дождь был у нас здесь под киевом 20 километров дождя не было к сожалению кустик кабачков тоже нас скоро порадуют кабачками вот один вот второй я так показывал многих людей конечно уже они не знают куда деть эти кабачки а для нас радость когда появится хотя бы один рядышком тоже красивый кабачок который называется мячик вот он кругленький такой тоже будем уже скоро пробовать мячики ну если пойдет 1 пойдут и остальные это огурцы в ведрах выглядят они конечно не очень распрезентабельно просто на них как раз светит солнце вот огурчик следующий раз будет хороший парочка еще висит маленько корявенькие но мы их сегодня польем еще один я уже собрала это сейчас уже повторно увидел еще а вот еще один класс вроде как собрала уже еще вот ну польем и сердце конечно им будет лучше тут вверху есть листья здорово и снизу уже желтеют на этой клубе уже начинает зацветать гладиоса вот уже выпустили стрелки те луковицы которые были самые крупные там цветет белая розочка уже выпустила второй цветочек колокольчики а чуть чуть дальше мы раскопали место чтобы сделать новую клумбу а по дороге ехали там на пустыре растут такие цветы так как им не страшно засуха мы решили их посадить у нас вообще хотим эту клумбу посадить пионы ну что у нас на той стороне есть еще там много лет у нас там есть пионы которые плохо себя чувствуют рядом с сиренью сиренью очень агрессивно пионы не выживают там по одной стороне посадим эти цветочки они цветут практически все лето это рудбекия они вроде хорошо приживают всякая разная и махровая рудбекия есть там еще и обычная потом может мы потом подачи будем рассаживать посмотрим как они у нас приживают хорошо клумба положена начало освоим мы ее какие цветушки у нас на этой же новой клумбе посадим еще барбарис вот такой красивый краснолистный бесхозный рост в лесу наехали и увидели ком не будем оббивать так вот мы его так вот пролили чтобы мягкое было а так как очень сухо он вообще мы его забрали так его ском и забрали а ком сухой у нас есть барбарисы на участке сейчас я вам их покажу вот такой же есть краснолистный высокий тут у нас тоже будут расти правда все те предыдущие выращенные из семян их все теперь у нас будет красивый барбарис на уголке расти зашла речь о барбарисах вот барбарис выращенный семян вот ему пять лет я его пострелила пару недель назад чтобы он был кустистым рядышком эта катальпа тоже из семян ей тоже пять лет еще не цвела красивый вообще южное растение но сейчас оно и у нас тоже распространено здесь барбарисы другого сорта это зелененькие тоже они из семян вот тут несколько кустиков это магония она их ровесница она в этом году уже цвела ну не знаем года три может быть я тут замульчировала шишками для красоты а с другой стороны вот здесь магония это всего лишь год вот я ее в прошлом году вырастила из семян осенью посадила ну получается что их будет два осенью будет два вот так она растет несколько кустиков это тоже барбарис зеленый зацветает у меня сиреневая будлея вот она это сиреневая вот единственный кустик цветущий самый большой тут у меня их вообще три остальные не цветут из семян выращена она должна быть разных цветов каких цветов остальные кустики не знаю мне наверное года три в прошлом году она уже цвела это растение называется перовские он цветет красиво уже отцветает вот такие синенькие цветочки в этом году купила в садовом центре их два растения вот там чуть чуть дальше второй такой но второе не цвело рядом это санталина купила различные средиземноморские растения надеюсь что они выживут в нашем пекле от шалфей приехал в этом году из Барселоны раз таки зимой я сорвала прижился воростка у нас есть шалфей это наш шалфей выращенный семян вот это вот кусты которые цвели я их постригла и вот это уже по отрастали свежие такие вот серебристые свежие вот ветки которые можно заготавливать как пряность или как лекарственное растение вот это вот все свежее выросло уже после стрижки к осени они выросут еще больше и будет такая шапка красивая серебристая здесь у нас юки эта юка в этом году цвела вот эта розетка скорее всего отомрет после цветения но у нас есть вот таких надо уже рассадить нравится и в нашем климате хорошо себя чувствует здесь сумах когда-то принесла маленький росточек все жалуются что он разрастается опускают поросль ну у нас тоже пускают порослями но мы как-то боремся с ней но растение очень красивое особенно осенью когда листья становятся красно-желтыми вот такие тоже снизу они желтеют от жары а потом оно все такое красивое стоит красно-желтая осень и у него ветки такие мохнатые как оленьи рожки но но единственное что он в нашем климате не цветет это южное растение не пускай такие красные шишки которые собирают в качестве пряности просто растет но не цветет ну не знаю может будет жарче и у нас зацветет перекопали забрали мы у нас возле дома там росло такой древовидный пион вот плохо ему с той стороны то ли там земля плохая то ли там совсем она непитательная ну вот не растет он посадили и все видите какие они вообще страшные сейчас в новую клумбу его посадим ну в этой грядке в этой клумбе ему точно будет лучше тут у земля хотя они в принципе на солнце растут так он забирает на него все там это дерево там рядом кизил и он на себя тоже агрессивный забирает все что можно сейчас мы его сюда посадим это остильба она тоже у нас живет там жила несколько лет возле кизила тоже совершенно не хочет расти слава богу что она не погибла сейчас мы ее тоже разделим посадим сюда остильба вообще любит тень здесь дольше час дня тень в таком вот ужасном состоянии у нас прибывают пионы которые растут под сиреней мы их выкопали вот такие корни у них некоторые верхушки оторвались вот совершенно не растут и вот так они выглядят сверху поэтому сегодня мы их перемещаем на новую клумбу надеемся что весной они нас порадуют пышным цветением гербарий какую-то сажаем блин они в растениях давно у нас идея с такой клумбой есть у меня еще один желтый пион просто жалко что они там пропадают пошли покажу это пион который цветет желтым я его купила в этом году весной выглядит он конечно получше чем те экземпляры надеюсь будет свистеть такой он живенький зелененький тут пустил боковое вот еще один вот такой он тут тоже мы перенесли из солнечного места созрели абрикосы сегодня будем снимать урожай и уже есть алыча вот уже частично она попадала мы пособирали сегодня спелую уже можно варить соус сейчас соберем абрикосы наш сегодняшний небольшой урожай картошка на обед несколько огурцов томаты которые созрели получая абрикосы такой сегодня получился обзор спасибо за внимание всего доброго до свидания и вас все вас мы за даже у